Шаббат, шалом, драгоценная община. Наше недельное чтение, как говорил Дима, называется Китиса. Ну, я, если честно, назвал бы ее План Б. Что же происходило тогда? Муша, он поднялся на гору. И там Бог ему дает указания, какие-то вещи по Завету, который он с ними заключает. И это и то, что надо пересчитать и дать выкуп. Это как готовить масла и курение для служения. Их леахин токторет ла широт. Это то, кого надо поставить для того, чтобы это все делал и изготавливал. Это в том числе и чёткие указания по соблюдению Шаббата. Кстати, на тот момент было сказано, что каждый, кто работает в субботу, должен быть предан смерти. Думаю, если бы это сейчас действовало, израильского народа стало гораздо меньше. И дальше происходят очень важные события. Это 31 глава с 18 стиха. Там, на Синай, закончив говорить с Муша, Господь дал ему две таблички Завета. Две каменные таблички исписанные перстом Божьим. То есть, там, в завершении разговора, Бог делает таблички каменные и пишет на них Завет и дает их Муша. Чуть дальше мы увидим, что действительно это все делает Бог. Именно Он создавал эти таблички и Он их писал. Но в это время, народ, 40 дней, он ждал, пока Муша вернется. На горе были молнии, огонь. Они пребывали в неведении и не понимали, что творится и что будет дальше. Весь путь, на самом деле, они не знали, что будет. Потому что за все отвечал Муша. Они чувствовали постоянно неопределенность. Они не могли это контролировать и не могли что-то сделать. И сейчас, уже 40 дней, нету Муша. И они решили взять все свои руки. Они решили, чтобы сделать все понятно, измеримо и стабильно. И 32 глава первого стиха. Люди видели, что Муша все не возвращается с горы. Тогда они обступили Аарона и потребовали от него. Сделай нам Бога, который поведет нас за собой. А этот человек, который вывел нас из Египта, Муша, мы не знаем, что с ним случилось. Аарон велел им, выньте серьги из ушей ваших жен, сыновей и дочерей. И принесите мне. Люди вынули из ушей золотые серьги и отдали Аарону. Аарон взял их, переплавил, сделал статую тельца. И люди сказали друг другу, это Бог твой, Израиль. Это он тебя вывел из Египта. Увидев это, Аарон возвик перед тельцом жертвенник. И провозгласил, завтра праздник Господень. И так далее. Они дальше танцевали и пели в этот день. Что здесь произошло? Что вообще на самом деле это дал им золотой тельц? Они привыкли в Египте, что все понятно. Есть Бог отвечающий за одно, за другое, за третье. И если принести жертву одному, ты получишь благословение в одном вопросе. Принесешь в другом, в другом. Поэтому если ты хочешь решить какой-то вопрос, у тебя не стоит вопрос. Ты идешь, приносишь жертву и получаешь ответ. Они решили эту египетскую систему подстроить и в своем случае. Взять этого тельца, и он даст им эту стабильность. Они принесли жертву ему, решили свои вопросы. В нашей жизни примерно так же. Только золотой тельц, чаще всего это в основном деньги. Но это не значит, что деньги, это плохо. Это не значит, что деньги это плохо. На самом деле отсутствие денег, это не меньшее проклятие, чем их неправильное использование. Но самое главное, это упование. На кого ты уповаешь? Ты доверяешь Богу? Или ты доверяешь тому, что ты выстроил вокруг себя какую-то стабильность? Мы часто стремимся создать эту стабильность вокруг себя. Работаем над этим, делаем что-то для того, чтобы все у нас было мерилось. Мы могли это понимать, что происходит в нашей жизни. Мы знаем, что если мы будем столько работать, мы заработаем столько денег. Мы покроем свои расходы, которые у нас есть, и нам хватит на еду и на все остальные дела. Стабильность. В этом нет ничего плохого. Мы все стремимся для того, чтобы все у нас в жизни было стабильно и распланировано. Но часто за этой стабильностью, мы перестаем доверять Богу во всех наших жизненных вопросах. Мы знаем, что если даже Бог не ответит, у меня есть там кредит, у меня есть возможность то оплатить, то оплатить. И мы начинаем управлять на эту стабильность, на этого золотого тельца. Когда Муша начал спускаться с горы, Бог, точнее, сказал, твои народ уже там танцуют перед телцом. Иди, я не хочу с ним уже ничего иметь, никакого дела. И тут написано в 15 стихе 32 главы, что Муша повернулся и стал спускаться с горы. В руках у него были две таблички завета с письменами на обоих сторонах. Самим Богом были сделаны эти таблички, и письмена на них были начертаны Богом, вырезаны на табличках. И здесь еще раз говорится о том, что именно Бог сделал эти таблички, и написал. Зачем на этом был сделан акцент? Мы увидим это позже. Муша увидел этого тельца, и он разбил эти таблички. Он сжег тельца, истер его в порошок, и добавил его в воду, и заставил всех израильтян пить эту воду. И когда пепел в воде, он придает воде горечь. В итоге, после их стабильности, которую они создали для себя, они получили эту горечь. В моей жизни была такая история. У меня был хороший, стабильный бизнес. И на каком-то этапе этот бизнес дошел до такого уровня, что я мог уезжать на месяц с семьей, возвращаться, и все дальше работало к часу. И все было стабильно, и никаких проблем. И в какой-то момент, уже анализируясь, что произошло. Я понял, что из-за вот этой стабильности пропало тот огонь и упование на Бога. Я поняла, что благодаря этой квалифиоте, она уехала огонь, и я пыталась смысл на Бога. Когда у нас недостаток денег, легко кажется, мы уповаем на Бога. А что еще нам делать? Когда у нас есть проблема, это очень тяжело, чтобы смысл на Бога. Мы ищем, но может, хоть Бог нам поможет. А когда у нас все хорошо, все замечательно, все стабильно, и мы ни в чем не нуждаемся? Мы уже отстаем от этого ежедневного. Бог, все в твоих руках. И когда мы теряем вот эту нить? Просто все сгорает. Потому что только Бог дает жизнь всем нашим идеям и проектам. Как только Бог дает жизнь всем нашим идеям и проектам. Так произошло и у меня. Это же самое случилось в жизни. Просто на глазах все исчезло, сгорело, и осталась вот эта горечь, что ты что-то потерял, ты что-то сделал неправильно, и ты начинаешь осознавать, что произошло. Ты понимаешь, что вот эта нить, которая упование на Бога и доверие Ему, она где-то была потеряна. Поэтому Муша дал им пить эту воду, чтобы они ощутили эту горечь и осознание, что они сделали. К сожалению, осознание того, что они сделали, не вернуло то, что они потеряли. Муша, конечно, он пошел взывать за этот народ и выступил как посредник между Богом и этим народом. И опять, Муша говорит, что Бог изменил свое решение, и Завет остался. Но Завет, не знаю, как вы, но когда я читаю, я вижу, что он был урезан. Но я не знаю, что он был урезан в Бритте. Раньше, когда до этого момента Бог озвучивал Завет, это в 23 главе с 27 стиха, он сказал такие слова. Ну и дальше там он говорит, что он не сразу их изгонит, чтобы земля не пустовала. А если мы смотрим, что озвучил Завет уже после того, как он, Муша, уговорил его остаться. Это 34 глава. 11 стих. Он говорит по сути то же самое. Соблюдайте все, что я ныне повелеваю вам. Я заставлю Амареев и Хананеев, Хетов и Презиреев, Хевеев и Вусеев бежать от вас прочь. Все. И там и там все побегут. Резница только в том, что в предыдущем версии, Бог обещает, что он будет сражаться за народ. Он моботил, что он будет сражаться за народ. Что он посчитает ужас и рей ос. Он будет сражаться за народ и пахать. А здесь он говорит, что эти народы побегут от вас. И там он просто говорит, что эти народы побегут от вас. И все. И это все. Так и произошло и со скрижалами. Это тоже то, что случилось с Алухой Бритой. Если раньше эти скрижали сделал Бог. Если Алухой Бритой в первую очередь побегут от вас. То теперь он говорит Муша. А теперь он говорит Муша. Он ему говорит, это 32 глава. В 8 стих. Пасок 8. 34 глава с 1 стиха. Господь сказал Муша. Вытеси из камня две таблички, подобные прежним. Я начертаю на них те же слова, что и были на прежних табличках. Которые ты разбил. И дальше казалось бы, что теперь нужно Муша сделать самому. Но Бог на них напишет. Мы говорим, что Алухой Бритой сказал Муша. Вытеси из камня. Вытеси из камня. И я написал о них. Но далее в 34 главе уже в 28 стихе. Но в Парк 34, Пасок 28. Говорится, что Муша пробыл с Господом 40 дней и 40 ночей. Хлеб не ел и воды не пил. Он записал на табличках условия договора. 10 заповедей. То есть, оказывается, Муша ей писать пришлось. Ну и в чем разница? А разница в том, что в первом случае Бог что-то сделал за человека. А во втором, человеку пришлось сделать это все самому. Я думаю, каждый раз в нашей жизни происходит такие случаи, когда мы выбираем вместо Плана А какую-то стабильность. Это происходит очень многое. И в Плане А он не сравнительно лучший. И в этом Плане А Бог будет делать что-то за нас. Ну, приходит стабильность, приходит разочарование. И приходит План Б. И слава Богу, что он тоже приходит. Ну, я думаю, что если в нашей жизни будет больше Планов А чем Планов Б, то зависимость от золотого телца, она пропадет сама собой. Но я думаю, что если мы будем говорить в течение Альфа в жизни, то у нас будет вернуться. Амин. Амин. Спасибо, Алексей. Спасибо, Алексей. Мы уже разговаривали о том, что Род Исраиль – Род Исраиль – Род Исраиль. Мы неоднократно говорили о том, что страна израильская – это необычная страна. И надеяться на свою безопасность, на свою стабильность – это не всегда помогает здесь в Израиле. Потому что написано, что Бог тот, который смотрит на эту землю и заботится о ней. И действительно, есть две программы. Первая и вторая – Альф и Бет. Вы знаете, что золотой телец не назывался так «золотой телец». Он назывался как бы «телец маска телца». Что значит маска? Это что-то, что ты одеваешь на свое лицо. Когда ты надел маску, то уже не видно, что за этой маской. То есть, когда люди на тебя смотрят, и ты в маске, они уже не видят ту правду, которая есть, ту естественность. Поэтому Бог хочет дать нам настоящую, оригинальную правду. Это вот программа «Альф», программа номер один, о чем Алексей говорил. Но «золотой телец» или маска телца – это тот путь, который показывает нам другую правду. И это действительно твой выбор, какой программой ты хочешь следовать. Что ты выбираешь. Что ты хочешь получить для себя и каким путем идти. И я думаю, что это хорошо, когда Бог иногда встряхивает нас. Чтобы мы смогли, были способны увидеть его программу «Альф». оригинальную правду и на нее уповать, на нее надеяться. Еще раз спасибо, Алексей. Давайте встанем и вернем с фитки Туры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...